Новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса всё о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Теряем инженерные кадры. Из-за перераспределения гособоронзаказа под ударом оказался коллектив авиационного завода «Воздвиженки». Первый приют для медведей появился в Приморье. Сюда попадают животные, которые раньше жили на металлобазах, придорожных кафе и на приусадебных участках. Велосоревнования «Золотая осень» проверили спортсмены в дисциплине кросс-кантри. Первые баталии прошли в лесном массиве «Варяг» во Владивостоке. Главное условие участия – это желание. Желание проехать и посмотреть, что это такое. Ну, поприсутствовать на спортивном празднике. Также в выпуске. Владимир Путин поручил поддержать программу «Дальневосточный гектар» и построить во Владивостоке комплекс для экстремальных видов спорта. И еще расскажем. В конце рейтинга Приморье оказалось на 55-м месте в России по доступности рабочих мест. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений для развития Дальнего Востока, которые обсуждались во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Многие из них связаны непосредственно с Приморьем. Так, глава государства поставил задачу представить пилотный проект по абилитации детей в возрасте до 3 лет на базе Приморского перинатального центра. Завершить строительство проблемных многоквартирных домов. Представить предложения по защите особо охраняемых природных территорий, включая заповедник «Кедровая пать» и парк «Земля леопарда». Также необходимо разработать предложения по созданию во Владивостоке спортивных площадок для экстремальных видов спорта и строительству для них спорткомплекса, соответствующего международным стандартам. Поручено продумать механизм помощи для освоения земельных участков многодетных семей и под дальневосточный гектар, а также предложить способы решения вопроса по уходу туристических организаций от уплаты налогов. Кроме того, президент поставил перед правительством задачу создать на базе Морского университета имени Невельского школу под парусами для работы с молодежью, в том числе для изучения морской истории страны. Также нужно решить вопрос со строительством двух парусных судов для этой школы. Выполнить эти поручения необходимо уже в ближайший месяц, до 1 декабря. С полным перечнем задач можно ознакомиться на сайте Кремля. А пока власти разрабатывают механизмы повышения уровня жизни на Дальнем Востоке, на приморских предприятиях грядут многочисленные сокращения. По данным Федерации профсоюзов Приморского края, процесс сокращения штатов уже запущен. В следующем году в организациях края будет работать на 1226 человек меньше. В некоторых организациях под сокращение попадает административный аппарат, других сократят рабочих. Так, с 24 декабря этого года без работы останутся 24 работника Центра судоремонта «Дальзавод». Продолжаются ранее запланированные сокращения персонала на предприятиях ДГК и Приморской генерации. Филиал Приморской генерации «Артемовская ТЭЦ», «Владивостокская ТЭЦ», «Партизанская ТЭЦ» и аппарат филиала «Примтеплосети» останутся без 99 сотрудников. Это одно из самых крупных сокращений. Государственная инспекция маломерных судов также сокращает 17 человек. В МЧС сокращают 280 человек, но это связано с реорганизацией структуры. Ранее массовые сокращения начались на оборонном предприятии «Заводе Прогресс» в Арсеньеве, где уже уведомления о сокращении получили 220 человек, а к июню уволят еще 168. Причина – недостаточная загрузка оборонным заказом. Нехватка заказов стала причиной перевода на двухдневную рабочую неделю сотрудников 322-го авиационного ремонтного завода в селе Воздвиженко. Десятки человек уже уволились по собственному желанию. Под угрозой сокращения сотни квалифицированных кадров. Подробности в следующем материале. Более 50 человек по собственному желанию уволились с 322-го авиационного ремонтного завода в селе Воздвиженко после перехода предприятия на двухдневную рабочую неделю. И это уже вторая волна потерь опытных сотрудников. В первой из-за задержки авансирования с января по август завода ушло около 200 сотрудников. Под угрозой сокращения еще более трех сотен работников. Причина таких непопулярных мер – недостаточная загрузка предприятия оборонным заказом. Это существенно ударит по карману наших работников. Пойдут в первую очередь за ворота молодежь, которая привыкла к стабильности, искать рабочие места в других местах. Почти в два раза снизилась заработная плата. Многие работники ушли работать в город, в частное охранное агентство, в такси. Многие оставляют семьи, уезжают работать вахтовым методом на заработки. Это существенно понижает квалификацию наших кадров, заводчан. В гособоронзаказ для предприятия на 2020 год включены работы всего над четырьмя самолетами. И с 1 ноября это может грозить третьей волной сокращения на 150 человек. В штате завода около 600 человек. Чтобы обеспечить им занятость и зарплату, предприятие должно получить на ремонт не менее 8 самолетов. Представители завода уже обращались в Объединенную авиастроительную корпорацию с просьбой увеличить госзаказ на будущий год. Но пока заказы распределены на предприятиях Запада России. Причины такого положения дел самим заводчанам ясны. Проблема отставания предприятия от норм. Несвоевременное авансирование. Соответственно предприятие не смогло своевременно оплатить изготовление деталей и запасных частей для самолетов. Отдельные узлы и агрегаты изготавливаются на предприятиях изготовителя от 6 до 9 месяцев. То есть в апреле месяце 2019 года в ходе Координационного совета в Москве при участии профсоюзных организаций и руководства ПАООАК этот вопрос был озвучен. Я лично озвучил проблему того, что гособоронзаказ 2019 будет вопрос о его своевременном выполнении будет под срывом, потому что мы не успеваем это оплатить. Как известно, кадры решают все, и особенно на Дальнем Востоке. А в случае с авиаремонтным заводом Воздвиженки теряют не просто кадры, а сотни ценных узкопрофильных специалистов и инженерное звено. По кадрам, по потерям. С 2017 по сегодняшний день мы потеряли 233 человека. Это ценные кадры, это ценные сотрудники. И специфика авиаремонтных предприятий, к сожалению, такова, что подготовка специалиста занимает, ну, во-первых, профильных у нас образовательных учреждений по авиаремонтам, их просто нет. Ближайшие находятся в Иркутске, в Комсомольске, на Амуре. То есть подготавливаются специалисты непосредственно на предприятия. И вот те люди, которые ушли, да, инженеры и технологи, ведь они на улице тоже не валяются, к сожалению, их так просто не найдешь. В сегодняшний день, учитывая все проблемы в Приморском крае, потому что наше предприятие не одно такое, да, где идут сокращения, в сегодняшний день при этой поддержке мы отставим уже права, наверное, всего региона в целом, потому как действительно слова президента были сказаны о том, что развивать Дальний Восток, к сожалению, собственники наших предприятий находятся зачастую в Москве и не совсем воспринимают его слова как относительно себя. 322-й авиационно-ремонтный завод является ведущим предприятием по ремонту самолетов и вертолетов в Дальневосточном регионе. На предприятие направили комиссию из Москвы. Группа должна ознакомиться с документацией, а также установить причину невыполнения гособоронзаказа на заводе. В связи с проблемами на предприятии глава региона Олег Кожемяка направил ходатайство премьер-министру Дмитрию Медведеву о поддержке завода. В частности, речь идет о возможности сборки воздвиженки гражданских самолетов. Алина Кузина, Евгений Апарин, Новости на Восьмом. Приморье оказалось на 55-м месте из 85 в рейтинге российских городов по уровню доступности рабочих мест. Согласно исследованиям, на поиск работы в 2019 году у жителей региона уходит почти 8 месяцев, а процент безработицы равен 5. По итогам лета городами с самым низким уровнем безработицы стали Москва и Санкт-Петербург, сообщает РИА Рейтинг. Лучше всего на Дальнем Востоке с поиском работы дела обстоят у Хабаровска. Он занимает 9-е место в рейтинге по стране. К слову, с работой лучше, чем в Приморье, обстоят дела на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области. У нас на 100 открытых вакансий приходится 67 безработных. Примерно такой же показатель по безработице и на Сахалине. Амурская область и еврейская автономия занимают 61-е и 62-е места. В целом по России уровень безработицы более 4%, но он сократился к уровню прошлого года. Хуже всего с поиском работы дела обстоят в республиках Кавказского региона. И говоря о статистике, добавлю. По данным исследований, больше половины россиян, 65%, задумывались о смене работы хотя бы один раз. Наиболее частой причиной этого становится недовольство с зарплатой. При этом мужчины рассматривают идею о смене профессии чаще, чем женщины. Больше всего тех, кто хотел бы сменить профессию среди респондентов возрасте 25-34 лет. Среди причин также желание найти баланс между работой и личной жизнью, надоевшая рутина, профессиональное выгорание и стресс. Почти 100 военных атташе из 55 государств прибыли с ознакомительной поездкой во Владивосток, на главную базу Тихоокеанского флота. Мероприятие проводится в соответствии с планом мероприятия международного военного сотрудничества, сообщила пресс-служба ТОВ. Планом двухдневного рабочего визита предусмотрена встреча дипломатов с командованием ТОВ, посещение боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил и однобой из береговых полигонов. Гости смогут увидеть образцы боевой техники, которыми вооружены береговые войска флота, оценить подготовку подразделений морской пехоты. Также для иностранных военных атташе подготовлена культурная программа. Кузнецы Владивостока выковали железную карту Приморья для арт-проектов Крыму. Ее на этой неделе отвезут в Симферополь на фестиваль «Время Крыма». Композиция с моделями золотого моста, амурского тигра, лотоса и удыгийцев станет кусочком пазла для большой карты России, которая создается мастерами со всей страны. Творческий проект «Время Крыма» гильдии кузнецов проводится по всей России и приурочен к пятилетию референдума о возвращении полуострова. В рамках флеш-моба в Симферополе собираются собрать арт-объект в виде солнечных часов. При этом композиция будет иметь вид стилизованной карты России. Каждый регион станет своего рода кусочком пазла. Приморский край представляют умельцы кузнечной мастерской, индустриальная студия «Горн». В общей сложности металлический макет Приморья будет весить в пределах 15 килограммов. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Приют для медведей, первый в России, появился в районе села Кипарисова. Новая версия популярной в крае телепередачи «Автомир» вышла на 8-м канале. Она уже завоевывает своего зрителя. Велобаталии прошли в лесном массиве «Варяг». Во Владивостоке здесь соревновались кросс-кантри. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром «На даче все в порядке». Сегодня с вами Юля Ракотская. И мы продолжаем. Приют для медведей, первый в России, появился в районе села Кипарисова. Новая версия популярной в крае телепередачи «Автомир» вышла на 8-м канале. Она уже завоевывает своего зрителя. Велобаталии прошли в лесном массиве «Варяг». Во Владивостоке здесь соревновались кросс-кантри. Первый в России приют для взрослых медведей открылся в районе села Кипарисова Надеждинского района. В парке хищники живут в специальных берлогах и могут свободно перемещаться по территории. Организаторы предусмотрели и водоем, который расположен в центре приюта. Животных будут кормить вкусной кашей, а за здоровьем следить ветеринары. Подробности у Катерины Матвеевой. Медведь Потап – бывший цирковой артист. Когда косолапый не смог выступать, стал вопрос о его дальнейшей судьбе и, главное, месте проживания. Природу такого хищника не выпустишь. Жилищный вопрос для взрослых медведей остро стоит по всей России. Однако именно в Приморском крае появился первый приют для таких вот косолапых горемык. Приморском крае появился первый приют. Идея создания парка появилась после того, как Управление охотнадзора обратилось в зоопарк «Садгород» с просьбой приютить взрослых гималайских медведей, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в естественную среду обитания. Сегодня на площади в один гектар гуляют семь животных. В единственном стране-приюте для медведей обустроены озеро и берлоги, где обитатели могут даже залечь в зимнюю спячку. Гости могут наблюдать за животными из-за двойного ограждения или со смотрового мостика сверху. Пока здесь живут только самцы, а самки содержатся в отдельных вольерах, чтобы избежать конфликтов в сезон размножения. Сейчас распоряжение авторов проекта поля площадью 10 и 8 гектаров. В следующем году планируется начать строительство второй очереди приюта для самых гималайских медведей и для хищных птиц, которых буквально каждый день приносят в зоопарк с повреждёнными крыльями или лапами. Также специалисты намерены проводить просветительскую работу, возить сюда детей на открытые уроки биологии. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Новая версия популярной в крае телепередачи «Автомир» вышла на Восьмом канале. Наша автомобильная программа теперь хвастает не только полезными советами и экспериментами, но и уникальными гостями. Про закулисье передачи ведущий Михаил Пивненко рассказал в эфире радио Ви Би Си. Подробности в нашем сюжете. Передача «Автомир» – одна из самых ярких и востребованных на нашем канале. Эта драйвовая программа уже даже успела пережить уйму изменений и сменить ни одного ведущего. Сегодня свежие сюжеты и репортажи зрителям преподносит Михаил Пивненко. Новый ведущий «Автомира» побывал в прямом эфире радио Ви Би Си, где рассказал о том, что происходит за кулисами обновлённой программы. В команде у нас операторы, монтажёр, я. В принципе, как находятся автомобили, выбираются или что-то такое, всё это так же. То есть у нас, если есть какие-то партнёры в передаче, то под них мы придумываем уже сюжет. Соответственно, если у нас был детейлинг, мы под него взяли дорогой автомобиль, на обзор, сняли обзор автомобиля, перешли плавно в детейлинг. Как и всегда, создатели передачи следят за всеми тенденциями в мире машин и автотехнологий. А главное, сюжеты программы соответствуют времени. Так, например, сегодня зрители могут узнать больше о том, как пережить со своим четырёхколёсным другом предстоящие заморозки. При этом каждая полезная информация проверяется лично съёмочной группой. Одна из наших рубрик – это лайфхаки. У нас ещё есть юпи, юридически полезная информация, и никакой воды там вот рассказываем, допустим, что может грозить водителям, если они сбили пешехода, но и на пешеходном переходе. Допустим, лайфхак – как можно бюджетно отполировать фары, да, это взять зубную щётку, зубную пасту и аккуратненько так натереть фары, потом спустя какое-то время стереть. И да, и у вас… Как прям пешеходки белые подошли. Да, 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 и у вас, ну, конечно, не как в детейлинге, да, но всё-таки фары приобретут новый вид. Ведущий Михаил Пивненко не только общается со специалистами по автонастройкам и делится советами по покупке машины, но и также примеряет на себя роль обычного приморского автомобилиста. Главный принцип передачи – показывать то, что будет интересно каждому. Хочется, чтобы передача смотрелась на одном дыхании, да, она была лёгкая и была для людей. И поэтому, в принципе, все рубрики просто разрабатываются, вот, допустим. И про что интересно мне, да, про что интересно, допустим, кого-то спрошу из ребят, в Инстаграме я просто устраиваю, да, у нас, кстати, же есть Инстаграм. Посмотреть новые выпуски программы «Автомир» можно в нашем эфире, либо на официальном сайте и Ютуб-канале. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев, новости на восьмом. Велогонщики Приморья встретились в гонке на выживание. Ежегодные соревнования «Золотая осень» проверяют выносливость спортсмена в дисциплине кросс-кантри. Велосипедные баталии в этот раз проходили в лесном массиве «Варяг». Сюда съехались порядка 50 участников. Подробности расскажет Максим Яковлев. Соревнования «Золотая осень» проходят, по сути, в последние теплые деньки, когда еще можно погонять на велосипедах. Традиционные гонки в дисциплине кросс-кантри обычно собирают во Владивостоке несколько десятков участников. Но в этот раз после дождя выходить на сырую трассу рискнули немногие. Тем не менее, организаторы смогли провести полноценные чемпионаты первенства города, которые, к слову, проходили в лесном массиве «Варяг». Формат гонки – олимпийский кросс-кантри. Это значит, что задача перед спортсменами одна – за час преодолеть круговую трассу максимальное количество раз. О какой-то высокой скорости или плотной борьбе тут речи не идет. Это гонка на выносливость. Три с половиной километра пересеченной местности позволяют проверить и свои силы, и возможности горного велосипеда. Ты раскладываешь свои силы сам. И даже если тебя обгоняют более сильные соперники, ты не переживаешь, что тебя снимут, и ты не доедешь в гонку. А ты проедешь тоже час. Либо сам решаешь. Можешь в любой момент сказать «О, нет, все, хватит, я устал». И подойти и сказать, что «Нет, все, я не могу, больше не хочу». И пойти на пикник, то есть устроить себе пикник. Да, костер у нас есть. Эти места очень популярны среди местных велогонщиков. Здесь проходят самые разные соревнования практически круглый год. Но даже при этом лесной массив «Варяг» каждый раз умеет удивлять. Особенно в холодное время года. Хорошая трасса здесь. Кататься, утренировать баланс, держать равновесие на спуске. При этом еще скользко из-за снега. Это все дает, ну, конечно же, опаснее, но стоит тренироваться и так. Тут есть прекрасная Донхилл-трасса, подходящая для обучения новичков. Тут много очень интересных подъемов, да и вообще очень красивый лес. И здесь будет где покататься. Погонять здесь местные велосипедисты действительно еще успеют. Летний осенний сезон закрыт, но впереди спортсменов ждут заключительные соревнования года. А именно зимняя гонка на призы Деда Мороза, которая традиционно пройдет в конце декабря. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Владимир Путин поручил построить во Владивостоке комплекс для экстремальных видов спорта и создать школу под парусами на базе Морского университета. Приморье теряет инженерные кадры. Из-за недостаточной загрузки оборонным заказом под ударом оказался коллектив авиационного завода села Воздвиженка. К слову, Приморье оказалось на 55-м месте из 85-ти в России по доступности рабочих мест. Мы ближе к концу рейтинга. Первый приют для медведей появился в районе села Кипарисово. Сюда попадают животные, которые раньше жили на металлобазах, придорожных кафе и на приусадебных участках. Велосоревнования «Золотая осень» проверили спортсменов в дисциплине кросс-кантри. Баталии прошли в лесном массиве «Варяг» во Владивостоке. Новая версия популярной в крае телепередачи «Автомир» вышла на восьмом канале. Она уже завоевывает своего зрителя. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете и все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток.